Доброго времени суток, дамы и господа! С вами на связи Леонид Вещаю из Сен-Стивена, Нью-Брансвика Канада По-прежнему, друзья Друзья, в этом видео Хотел поговорить на тему Почему у нас такая маленькая зарплата И не то, что только у нас А почему такая маленькая зарплата Ну, скажем так, в нашем маленьком городке Сен-Стивене В принципе, я думаю, что Эта данность, она не только для Сен-Стивена Для большинства Населенных пунктов Нью-Брансвика Но, так как я Уже живу и работаю Здесь 11 месяцев Почти год, то есть могу поделиться Именно об Сен-Стивене И вообще, как бы, мои видео Я повторяюсь, нужно посмотреть Через призму, что я живу в маленьком Городке Канады Работаю на очень На, в принципе, на Низкооплачиваемой работе, хотя Работа квалифицированная Работаю Мощнооператором Уровня 3 Это как бы, ну Немного технолог Как бы готовлю конфеты Мы называемся еще Кукеры Здесь в Канаде Так вот, друзья У нас есть такая поговорка Среди иммигрантов Что давайте мы не будем Судить Канаду По нашей шоколадной фабрике И по городу, где мы Проживаем То есть давайте мы не будем Судить Канаду По месту работы Где мы сейчас работаем И по месту проживания Где мы сейчас проживаем А то У людей У моих подписчиков Может сложиться Неправильное впечатление Канаде Но в принципе Как бы неправильно Я имею ввиду Что это Актуально Для вот Той местности И Того места работы Где мы сейчас находимся То есть я Ничего тут Не угнетаю И ничего не приукрашиваю Просто говорю Как есть Так вот, друзья У большинства Здесь зарплата Минимальная Была зарплата Минимальная По Нью-Брансвику 11.25 Вот Недавно С 1 апреля Если я не ошибаюсь Подняли до 11.50 Но с 1 апреля Поднялись и цены На бензин И Энергоносители И конечно же Это скажется Наверное И на продукты питания Если уже не сказались На остальные Как бы Так вот, друзья В основном Когда люди Эмигрируют Они эмигрируют На такие На минимальные Зарплаты В той или иной провинции Если мы говорим Об Атлантической Канаде Ну Вот в Нью-Брансвике Конкретно То это Зарплата 11.5 11 долларов 50 центов В час Для кого-то Это может звучать Что-то много Потому что Для нашего Постсоветского Или постсоциалистического Слуха Это кажется Что много Ого-го Сколько в час Но на самом деле По меркам Канады И даже По меркам Этой провинции Это мало То есть Все хватает В притык Все хватает Но в притык Так вот, друзья Я получаю Как машиноперейтер Уровня 3 Я получаю 14.25 Машиноперейтера Как вы знаете Она Там тоже Опять на минималке Ей сказали 11.25 Я и говорю Что они не имеют Права Потому что По всему Нью-Брансику Подняли 11.50 Но получите Первую зарплату Посмотрим Кстати Она получила Нужно посмотреть Так вот, друзья Чтобы вы поняли Что Это Данность Именно для Наверное Для этого городка И вот у нас Интересный разговор Сейчас на работе Ну не сейчас Но в эти дни После шатдауна Получился Именно с моими Коллегами С канадцами После шатдауна Мы вышли на работу Уже все Вошло На круги Своя То есть Потому что Мы уже работаем У меня сейчас График Восьмичасовой И там Неделя дней Неделя вечера Неделя ночи Ну так Вот Я пообщался С одним Один мой коллега Он говорит Что У него сегодня Было интервью Он короче Устраивается На другую работу Устраивается На рыбной фабрике Как я понял В Сент-Джорджи Сент-Джорджи И кстати Он работает На гоноге Тоже как я Машиноператор уровня 3 Уже наверное лет 3 Как минимум Если не 5 То есть он канадец Он местный И он уходит С гонога Почему? Потому что он здесь Получает Как уже Как Ну Машиноператор 3 Это же там Там Нужно формулу знать Нужно Соблюсти Некий Стандарт И так далее Качество Ты делаешь конфеты Ты готовишь Ты запускаешь Ты производишь конфеты Ты запускаешь Производство Это первый цикл Производства И так далее И он говорит Слушай Ну я работаю здесь У меня это потолок 14-25 И кстати Это пример канадца Который Старается Заработать Что-то больше То есть Он не сидит Просто И не ждет Море от погоды Как большинство И ничего не делает Только негодует Но он хочет Заработать больше Так вот У него было интервью Я еще не знаю Результат Но он мне сказал Что ему предлагают От 18 долларов в час Это на рыбной Фабрике На рыбном Не знаю Завод Фабрика Кто же машиноператор 18 в час А спустя время Предложит и все 21 в час Ну вот считайте сами Он сразу будет иметь На На сколько На 4 доллара больше В час То есть Если у него Допустим 40 часов в неделю Это на 160 долларов Больше в неделю И Сколько получается 4 недели Это 400 И плюс 240 На 640 долларов Больше в месяц На 500 Тире 600 500 Тире 700 долларов Больше в месяц А он уже привык Жить на эту зарплату Ганоновскую Понимаете То что он заработает Уже Сверх Ганоновская зарплата Это будет просто Большим Плюсом для него Большим подспорьем Это будут его Как бы Сбережения Понимаете Круто Круто А когда будет получать Все 21 То он будет получать На все 7 долларов Больше в час Понимаете Почти вдвое больше Ну не вдвое Но на 7 долларов Больше Короче Вот А понимаете А другой С другим коллегом Я сегодня общался Просто компания Наша шоколадная фабрика Выпустила Так называемый Ньюслеттер Такой журнальчик Такой Красивенький Очень Цветной По поводу Продуктов Компании Вот новый Абсолютно Наверное Отдел маркетинга И кстати В этом журнале Есть фотография Моей жены Как она делает Презентацию Вот Тоже немного обидно Что ее Использовали Ее фото А сами с ней Не продлили контракт Просто Когда у них там Горело Они ее Использовали А когда у них Отдел Устаканился Они ее Уволили Ну Друзья Так вот И как к чему Ну люди Going mad То есть Они Начали возмущаться Канадцы местные Которые Почему Ганогу хватает На такие Деньги На такие дорогие Журналы Потому что Журнал глянцевый Такой Не дешевый А не хватает Денег Чтобы платить им Больше зарплаты Потому что Люди недовольны Местные Канадцы Они недовольны Они с трудом Оплачивают Свои билы Вот понимаете Я говорю С этим коллегам А почему Они не поднимают Зарплаты Говорят Леонид Ну Лео Они мне так Лео Почему не поднимают Потому что Все согласны Работают на эту Зарплату Вот и точка Все возмущаются Тихо Молча В тряпочку Ну между собой Там Но никто Ничего не делает Люди согласны Потому что Им некуда Больше идти Им некуда Больше идти Они не такие Как мы Что как прилетные Птицы Поклевали Поклевали Полетели И в другом месте Лучше поклевали Понимаете Нашли лучшее место Они здесь родились У них вся родня Здесь И они никуда Не хотят Двинуться То есть Они не хотят Выйти из зоны Комфорт Это уже их дела Есть конечно У них какие-то Бенефиты Но они Возмущаются Так Но так В меру Возмущаются То есть Не доходят Не набирают Критическую массу Чтобы Что-то взять Как бы И потребовать Чтобы у них Изменили условия Работы И труда И оплаты труда Понимаете Вот То есть Он говорит Они не хотят И я честно говоря У меня нету К ним Как бы особого чувства Уважения Говорит У меня чувство Уважения К вам иммигрантам Которые вы преодолеете Вы вообще Как преодолели Такое огромное расстояние Лишь бы Улучшить качество Вашей жизни Я говорю Да Крис Крис звали Этого Говорю Да Но Смотри За счет нас Они тоже Как бы Поддерживают Такой низкий уровень Зарплат Потому что Мы иммигранты Оттуда Приехавших С наших стран Такие голодные И готовые На что угодно Лишь бы попасть В Канаду Я это уже Слышу Сплошь рядом Да на любую работу Любую условию Дайте мне только Приглашение в Канаду То есть Мы готовы Мы когда слышим Издуму 11 Вот когда мне предложили 11.75 Предложили Или 11.25 Мы когда слышим Насте предложили 1.25 Мне 12.75 Нам кажется Ого-го Сколько это денег Конечно Давайте сразу И как можно больше Знаете как И это Они набирают Мигрантов Вот и люди И которые готовы Работать на любую зарплату И плюс местные Которым некуда деваться И вот поэтому Они поддерживают Такой уровень Заработной платы Вот мы доехали До одной из таможней Я сейчас развернусь Или поеду Вот сюда Друзья Так вот друзья Я вам скажу так Мне эта работа На удивление Но моя работа Она мне начинает Нравиться Она мне нравится Реально мне нравится Где я нахожусь На этой фрабрике Я никогда не подумал Чтобы мне понравилось Быть вот этим Не нравится Реально Если бы Хорошо платили Я бы Знаете как От добра Добра не ищут Да Я бы Честно говоря Остался бы Поработал Потому что Работа Я даже как-то Отвык от этого Я работал в продаже Где тебя ноги кормят Знаете как Волка Ноги кормят Там нужно Я всегда работал На каких-то процентах На каких-то На процентах На комиссион От Объема продаж А здесь Я пришел И отработал 8 часов Я получил Если бы они платили Хоть 18 20 21 Знаете как Было бы круто На самом деле Я вам так скажу И на самом деле Знаете как Люди Которые здесь живут Много-много лет Они возмущаются Потому что Они знают этих Как бы Они знают Собственников Этой шоколадной фабрики И Мы каждый день Производим Сотни Ну десятки Тон Если не сотни Тон Конфет Понимаете То есть Заработок у них Я думаю Немалый Но вот почему Они так мало платят Ну я вам Сказал Почему Потому что Людям некуда деваться Людям просто Некуда деваться Если ты Как бы не хочешь Пронять свою пятую точку И дальше Что-то лучше искать То ты вот обречен На этот ганон Понимаете Вот моя жена Сейчас Помаялась Помаялась И наверное Обратно пойдет на завод Она говорит Тим Хортенс Такая же зарплата Но на завод Просто меньше головной боли Там такая же у нее зарплата Минималка Но меньше головной боли И В принципе Как Как Просто Ты делаешь что-то И все А в Тим Хортенс Ты делаешь Как бы Много-много чего Разного Ты готовишь Ты на кассе Ты обслуживаешь Ты убираешь И так далее Это по кругу Они там У них такая ротация И плюс Ты у всех на виду У всех на виду И там все работают Какие-то студенты И как-то Не комильфо Понимаете Ей Женщине 35 лет И как-то У всех на виду Все ее знали Что она работала В маркетинге И как бы Она заводит Ты там пошел Ты закрылся Никто тебя не видит Кроме рабочих Понимаете Ты там делаешь Что и делаешь Как бы В этом плане Круто И на самом деле Как она говорит Там намного меньше Головной боли Потому что Не нужно там Заказы Не нужно давать сдачу Не нужно считать Не нужно какие-то Отчеты писать Ты рядовой работник Просто Ты рядовой работник Вот Поэтому многие люди Так же Вот помаялись Помаялись Ушли от Ганонга А потом обратно Вернулись И уже согласны На все Понимаете Вот поэтому У нас такие Маленькие зарплаты Друзья Многие спрашивают Почему такие Маленькие Вот такие Маленькие зарплаты Здесь на более Высокие зарплаты Это уже Либо офисная работа Либо Либо трак-драйвер Либо уже На какие-то Вот такие Лицензированные работы Или как регулируемые Такие Как сантехник Как сварщик Кстати Сварщики неплохо получают Либо уже Сменить город Сменить работодателя Уже вообще В другом городе Потому что Тут в Сан-Сивене Тоже Знаете Как Прям Как Как я и говорил Помаялся там Помаялся там А потом Многие возвращаются В Ганонг Потому что При всем богатстве Выбора Другой альтернативы Нет Помните Как в той Старой рекламе Вот друзья Я надеюсь Вам объяснил Когда ты уже Получаешь пиар После этого Ты расплачиваешься Со своим работодателем Ты можешь уехать В другой город И получить Другую работу Более оплачиваемую Даже вот В Сент-Джорджи Таком же Конечно Работать на рыбном заводе Это адская работа Но Ну кому-то Это нормально Понимаете Но пока Ты Немного Статус Крепостного Что ты Либо не имеешь Пиар Либо Либо должен В Ганонгу Либо и то и другое Ты сидишь здесь И вот получаешь Эту зарплату Маленькую Получаешь Эту страховку Которая Как многие мне сказали И справедливо Заметили Что она Мало что покрывает Потому что Вот такой у вас Работодатель Честно говоря В других провинциях Или у других Работодателей Намного лучше И вот Ты этим Довольствуешься Понимаете Вот Чтобы вы поняли Почему у нас Такая маленькая Зарплата Здесь Как бы Спрос и предложение Никто не просит Больше Никто не Все довольствуются Малым И никто Не предлагает Больше Вот и все Вот и вся тайна Друзья С вами был На связи Леонид Иванович До новых встреч В эфире Пока-пока